Компания OnePlus находится в незавидном положении. Три года назад Oppo закрыли их основной офис и перевели всех в офис Oppo, по пути уволив половину сотрудников. Еще и запретили выпускать модель Pro, потому что она конкурировала с Oppo Find X, а Oppo это, конечно же, не нужно. Но все же бренду дают изредка выпустить флагманский продукт, хоть и не смартфон. Имя ему OnePlus Buds Pro 2. На бумаге одни из лучших ТВС наушников в мире. Крутой шамодав, профили звука, подключение по LHDC, Bluetooth 5.3, еще и помогали настраивать наушники специалисты от DIN Audio и целый Ханс Циммер. На эти OnePlus Buds Pro 2 я пересел с Nothing Air Stick и с AirPods Pro 2, поэтому у меня к ним были огромные требования, в надежде на то, что Buds станут моими основными внутриканальными наушниками. Так что погнали разбираться. К слову, эти наушники я приобрел в нашей группе Telegram со скидками по суперцене. Ведь там ежедневно публикуется множество товаров. От смарт-браслетов до смартфонов и комплектующих для ПК. С выгодными купонами и от проверенных продавцов. Переходите по ссылкам в описании и экономьте вместе с нами. Вот чего бренд OnePlus не потерял, так это подача. Коробка сделана из плотного картона, в которой в середине находится. Кроме бумажек всяких и так далее, картоночек, еще бумажки, еще бумажки, вот. Здесь находятся у нас аксессуары, а в этих аксессуарах находятся... Давайте, 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 давай, доставайся. Есть! Это кабель красный, видите, в цветах OnePlus. И, конечно же, сменные амбушюры. Кейс сделан из матового пластика, который ощущается дешево. Не очень приятный на ощупь, еще и маркий. Вычистить его перед съемкой был еще тот квест. Но при этом кейс тонкий, в кармане практически не ощущается. А открыв его, встретит вас надпись DIN AUDIO. Которая, к слову, написана на приятном на ощупь пластике. Ну и сами наушники, их легко помещать обратно в кейс. Не перепутаешь сторонами, как в этих старых Powerbeats Pro. В целом, кейс вызвал смешанные эмоции. Но можно было бы на это все не обращать внимания. Главное, что беспроводная зарядка есть. Он может зарядить наушники полных три раза. Но наушники стоят 180 евро в Европе. Или 100 баксов на Али. За такие деньги хотелось бы материалы поприятней. А вот сами наушники выглядят хорошо. Не ощущаются дешевыми. Полуматовый корпус все такой же марки. Но глянцевая часть добавляет своей фишки и узнаваемости. При этом наушники легкие и удобно сидят в ушах. Не вызывая дискомфорта. В них можно спокойно целый день сидеть. Кнопки управления находятся на этой палочке. Все как в AirPods. Нажимаете, переключаете трек, ставите на паузу. Либо вызываете голосовой ассистент. Дальше мы идем к софту и программному обеспечению. Которое устанавливается на смартфон для управления всеми фишками. И у нас используется программа Hey Melody. Не какая-то фирменная от OnePlus, а обычная оповская программа. Которая по визуальной части очень сильно проигрывает детищу Nothing или Samsung. Но при этом с функциональной точки зрения она хороша. Она позволяет узнать заряд, правда лишь по 10%. Что тоже косяк. Позволяет настроить режимы шумодава, эквалайзер и звук. Настроить двойное подключение и обновить софт. Но кроме этого есть и настройка жестов. А вот активное шумоподавление в этих наушниках, это, наверное, одна из главных фишек в OnePlus Buds Pro 2. Оно отлично фильтрует низкочастотный шум и может как автоматически подстраиваться под окружающую среду, так и вы самостоятельно можете выбрать нужный режим под окружение. Есть режим персонализированного шумоподавления, который анализируя ваш ушной канал, и как наушники сидят в ушах, подстраивает работу режима. Но, честно говоря, эффект от этой функции я как-то не заметил при тестах. Режим прозрачности здесь работает, как и на всех остальных наушниках. А чтобы переключить режим, нажимаете на ножку, держите и все, режим изменился. А вот дальше звук. И здесь все спорно. Да, наушники поддерживают подключение по нескольким протоколам. CBS, AAC и LHDC 5.0 с максимальным теоретическим битрейтом 900 кбит в секунду и 192 кГц. По факту, LHDC это не очень распространенный кодек, который не поддерживается основными для меня устройствами на Android. С23 Ultra и Pixel 7. Но даже если у вас смартфон с поддержкой LHDC, то это не спасет звук OnePlus Buds Pro 2. Потому что бас слишком, слишком басовитый. Высокие завалены, а средних частот не хватает. И чтобы хоть как-то этот момент компенсировать, приходится лезть в приложение. Там можно выбрать настройку от Ханса Циммера, который лишь чутка убирает бас. Но не переживайте, шестиполосный эквалайзер поможет сбалансировать звук и сделать его приятным именно для вас. Кроме этого, есть технология Golden Sound, которая анализирует ваш слух и подстраивает звук именно под вас. Тогда музыка становится очень приятной. И как по мне, звучат OnePlus Buds Pro 2 далеко не качественно, но красочно. Что определенно зайдет обычным людям, но не меломанам. Лично я звукам OnePlus Buds Pro 2 остался доволен. Как раз для прослушивания электронной музыки их хватит с головой. Ко всему этому у них хорошая автономная работа. Если не использовать шумодав и подключаться по кодеку AAC, то их хватит на 8,5 часов прослушивания. А с включенным шумодавом более чем на 6 часов этих наушников будет хватать. Так что лайк. Есть еще пару фишек, которые нужно разобрать. Пространственное аудио. Да, оно здесь поддерживается и работает только с OnePlus. Возможно и на других смартфонах с Color. К сожалению, я этот нюанс не протестил. И работает пространственное аудио здесь плохо. Как и на всех Android устройствах. Хорошо данная технология реализована лишь в Apple. Датчик приближения здесь работает со всем чем захотите. С MacBook, с iPhone, с Android устройством. Так хоть к машине подключайте, все равно датчик приближения будет работать. Потому что здесь OnePlus действительно постарались. Ну и кстати, я бы советовал вам не брать OnePlus Buds Pro 2, а рассмотреть версию R. Она будет без пространственного аудио и без беспроводной зарядки. При этом сэкономите лишних 20 баксов. Ну а сейчас с микрофоном OnePlus Buds Pro 2. На улице у нас дождь, рядом дорога находится и дует небольшой ветерок. Так что вы можете услышать, как они работают в этих сложных условиях и написать в комментарии. Так, ну и чтобы вы понимали, хорошо это или плохо, вот вам пример записи звука на микрофон AirPods 3. Ну и мы подходим к выводам. OnePlus Buds Pro 2 это определенно не те наушники, которые стоит покупать в Европе. По их цене 180 евро. Это просто перебор. Они не стоят этих денег. Ну на Алишке за 100 баксов, либо же R-версию за 80 баксов. Это хороший продукт. Ведь у них есть ряд явных преимуществ. Хорошая автономная работа, отличная работа шумодава и удобный корпус. Вместе с дизайном самих наушников. Да и софт помогает поиграться со звуком и сделать его для себя приятным. Да, пространственное аудио и LHDC это больше рекламные фишки, которые реальной пользы не принесут. Но как ультимативный флагманский продукт они не катят. Я все же рассмотрел Nothing Air 2, который обязательно закажу и сделаю на них обзор. Либо же AirPods Pro 2. А это просто топ за свои деньги. Пока.